Добрый день! Я приветствую всех присутствующих сегодня. Поздравляю вас с началом нового учебного года. И сегодня мы будем знакомиться не только с новой дисциплиной, но и со мной. И, соответственно, меня зовут Григорий Сергеевич. Буду вести у вас авторский курс «Современная эстетика». И начну с некоторых таких технических моментов, просто чтобы вы были в курсе. Как вы видите, все лекции записывают, стоит видеокамера, и через время они будут появляться при сети. Их можно будет найти, как на моем официальном канале на YouTube. Так и на страницах, соответственно, в ВК или на Facebook. То есть, если вы по какой-то причине не смогли посетить лекцию, эту лекцию можно будет в полном объеме посмотреть. Конечно, это не то же самое, что присутствие на живой лекции, потому что здесь у вас есть возможность задать вопросы. Или если вопрос будет иметь какой-то частный характер, относящийся исключительно к вам, то вы можете просто после лекции подойти и что-то спросить. В интернете понятно, что такое возможности у вас при просмотре видео не будет. Поэтому попрошу вас из уважения ко всем тем, кто будет смотреть это в сети, по возможности меня не перебивать, достаточно тихо слушать. И если у вас будут какие-то вопросы, я постараюсь всегда оставлять на это по несколько минут в конце лекции. У лекции еще есть своя форма определенная, и иногда я оставляю открытым вопрос до конца лекции. И в конце лишь на него даю ответ. Поэтому, если вам что-то показалось неясным, лучше подождать до окончательного занятия. Возможно, ваш вопрос отпадет сам собой. Итак, соответственно, мы начинаем с вами курс современной эстетики. И нужно ответить на ключевой вопрос. А что, собственно, такое эстетика? В отличие от многих других гуманитарных дисциплин, ответить на самом деле на этот вопрос не так-то жестко. В общем-то, на самом деле, есть такие области человеческой деятельности, к которым однозначное описание невозможно. Допустим, ваша основная профессия, журналистика, тоже ответить однозначный вопрос, что такое журналистика, достаточно проблематично. С одной стороны, эстетика смыкается с искусствознанием, с историей искусства и даже с культурологией. Но там предмет, на котором фокусируются эти дисциплины, в той или иной степени очевиден. Предметом исследования искусствознания, ну как вытекает из его наименований, является искусством. Причем, чаще всего, с точки зрения его структурных особенностей. Конечно, подчас бывает затруднительно ответить на вопрос, перед нами произведение искусства или нет. Но, так или иначе, и то, и другое, даже принятие решения по поводу, что это не произведение искусства, тоже относится к дисциплинам искусствознания. То есть, постановка вопроса, ключевая, связана с собственным произведением искусства. Что касательно истории искусства и культурологии, то они также рассматривают произведения искусства, по крайней мере, часто к ним обращаются, но делают это в более широком контексте. В одном случае, этот контекст, все-таки, достаточно сфокусированно в истории искусства, а в другом максимально рассеянно. Если проводить аналогию с лучом света, это касательно культурологии и ее методологии анализа. А вот относительно науки и эстетики, так же просто нам определиться с предметом неудовица. И такая проблема кроется в том, что на самом деле предмет ее исследования, казалось бы, предельно ясен. Это прекрасно. Но именно сам факт того, что фокус эстетики падает на эстетическую категорию прекрасного, это и создает все проблемы. Так как, собственно, что такое прекрасное, однозначно определить как раз и невозможно. Можно сделать конкретно, лишь для каждой отдельно взятой эпохи, для каждого отдельно взятого фокуса, отдельно взятого общества. Дело в том, что из этого следует еще одна важная проблема или особенность эстетики как дисциплины в том, что эстетическими текстами становится большой блок крайне размашерстных текстов. С одной стороны, эстетическими работами можно считать очерки или записки самих представителей искусства, в которых они пытаются определить свое отношение к прекрасному или безобразному, к комическому или трагическому и так далее. то есть выстроить свою позицию по отношению к тому, что обычно именуются эстетическими идеалами. А с другой же стороны, к эстетической мысли смело можно отнести и более того отнести по преимуществу образцы философии искусства. Зачастую очень сложные тексты, которые могут даже не только вопрос о том, что такое прекрасное в искусстве, но и о том, что такое прекрасное как таковое, или даже о том, что такое искусство. И думаю, для вас, как для людей, сопряженных со словом, с культурой слова, здесь очевидно противоречие или некие ножницы, которые складываются в этой ситуации, так как эти тексты, тексты, собственно созданные представителями искусства, тексты, созданные философами, обращающимися к анализу искусства, а будут относиться к разным дискуссиям и практикам. То есть стиль высказывания будет совершенно различным. Если для большинства наук, в том числе и для гуманитарных наук, в каждую конкретную эпоху дискурс, или дискурс, как слово, возможно с двумя типами произношения, в той или иной степени един, то есть способ речения в каждую эпоху, высказывания, постановка проблематики, высказывания возможных версий решения в той или иной степени одноактивна, то в эстетической мысли все совершенно не так. Какие-то заметки о моде, выполненные для журнала, и одновременно сложные философские работы, ставящие его главу угла, вообще попытку ответить на вопрос, что такое красота как таковая, будут пользоваться взаимоисключающими зачастую формами высказывания, и более того, даже будут обращены совершенно к различной аудитории. Но и те, и другие тексты будут входить в корпус эстетического знания. И это делает его сильно особенно. Для разграничения эстетической мысли по крайней мере на два крупных таких больших раздела, научный и условно, так скажем, околонаучный, наш соотечественник Виктор Васильевич Бычков предложил изделять эстетику на эксплицитную, то есть явную, представленную максимально наглядно, то есть в данном случае это эстетическая мысль, относящаяся к философскому корпусу, и имплицитную, то есть латентную, не явленную, которая лишь намечена в работах журналистов, эссеистов, художников и так далее. Ну, здесь я в качестве примера просто подобрал работу достаточно известную композитора русского классика 20 века Николая Метнера «Музы и мода», где он высказывает свои во многом сугубо индивидуальные представления о том, что такое прекрасное в музыкальном искусстве и в каком направлении искусство музыки, согласно его мнению, должно двигаться. С другой же стороны, это фундаментальный четырехтомник Гегеля, в котором он пытается осмыслить вообще, а что есть эстетическая составляющая того мира, в котором мы живем. Между этими работами бездна, и не только потому, что их разделяют более чем сто лет, а просто сам тип лечения, который в них использован, в общем-то, совершенно отличный. Но проблема, на самом деле, такого разделения в том, что оно, с одной стороны, ни в коей мере не помогает нам приблизиться к ответу на вопрос о том, а что такое, собственно, предмет эстетики. А во-вторых, когда речь заходит об анализе совершенно конкретных частых эстетических вопросов, то получается, что никаким образом материал исследования мы не можем делить на имплицитные и эксплицитные. Нам придется пользоваться и тем, и другим. И получается, если в каком-то смысле предложенная бычковым тактика и работает, она позволяет разграничить, по крайней мере, дискурсы, то на практике для реального анализа ситуации, причем как бытового, для вынесения суждений, так и научного, в общем-то, она малоэффективна, потому что вам придется обращаться и к одному, и к другому богу текстов, и более того, не разделяя их в этом. Впрочем, были мыслители, и Гегель здесь появляется не случайно, которые сводили эстетику к философии искусства. То есть, согласно Гегелю, эстетика – это просто философия искусства. И на самом деле, для простоты запоминания, я своим студентам во многих вузах говорю именно так, потому что действительно легко запомнить, это проще понять, чем наука о прекрасном, что такое, что эстетика – это философия искусства. Но на самом деле, это не вся правда, а только половина правды. К примеру, вы можете восторгаться огнями ночного города, который организован совершенно причудливым образом и зачастую случайным. То есть, та точка, с которой вы их наблюдаете, никем не предположалась. Вы можете наслаждаться хейерверком или испытывать различные гаммы эмоций при созерцании звездного неба или бушующего океана. И в данном случае, все это в совокупности тоже будет иметь отношение к эстетической проблематике. Хотя к искусству уже не сводимо никаким образом. Поэтому ядро эстетики с большой долей вероятности следует искать в другом – в отношении нашей позиции к культурной ценности. то есть, эстетическое суждение – это оценочное суждение, которое возможно только в контексте сетки культурных координат, которые в каждую конкретную эпоху все время меняются. В наши дни живет вот такой классик Мишель Пустурор, который в своих работах как раз блистательно демонстрирует смену вот этих сетки координат в каждую эпоху совершенно различных, и как люди по-разному могут эстетически воспринимать реальность. Он не является специалистом в области эстетики, это группный дерифт, то есть его сфера деятельности изучения средневековья, но он в своих работах, ставших в последнее время культовыми, выходит далеко за рамки сугубо исследования средневековья. На его работах мы остановимся на последующих лекциях достаточно подробно. Так вот, современная нам цветовая позиция, цветной и монохромный, или черное-белое, особенно культивируемое в последнее время, на самом деле для человека средних веков, простите, это не так давно было, не древний Египет, не шумя так как, соответственно, для человека средних веков оппозиция между черным и белым была, но по большому счету не было. То есть оппозиция основная была не в цвете, а в типе поверхности. То, что для нас сейчас кажется абсолютно невозможным. То есть, например, черный матовый и черный глянцевый мог быть оппозицией. Более того, для этого даже слова разные использовались. А, понимаете? Появление, но на именование уже о многом говорили. Так вот, матовый, в средневековой эстетике, это такая поверхность матовая, которая поглощает свет по представлению о леге этого времени. Глянцевая же приумножает его вот так, как отражает. А если вы вспомните такой ключевой тезис Агустина Блаженного – «Бог есть свет», то, соответственно, прояснится и эстетическое восприятие матового и глянцевого. То есть матовая поверхность будет восприниматься как инфернальная, она приуменьшает количество божественного присутствия в мире. В то время как глянцевая поверхность, отражая свет, увеличивает его. И то есть в данном случае ставка делалась не столько на цвет, там, черный он или белый, к черному и белому также контрастному всегда выступать и красный, а позиция черный и белый достаточно поздняя. Таким образом, до сих пор мы можем наблюдать в рамах большое количество золота. Оно связано как раз с этой концепцией, что золото блестит. Золото блестит, даже если мы его вытащим из грязи. И оно умножает цвет. То есть умножает цвет, оно умножает божественное присутствие в мире. То есть сейчас мы так помыслить не можем никак, мы можем аналитически воссоздать такое телемышление. Вот тогда было это нечто само собой разумеющееся. И на этом примере я хотел вам показать, насколько разными являются сетки культурных координат в каждую конкретную эпоху. А здесь речь не идет о какой-то Австралии или Латинской Америке. Это та же самая территория Европы. Та же самая культура, к которой мы с вами относимся. Таким образом эстетика и занимается выявлением скрытых граней, обуславливающих наши оценочные суждения. От которых на самом деле зависит очень многое. В том числе, в общем-то, наше целостное восприятие того мира, в котором мы с вами живем. Слово эстетика проистекает от древнегреческого термина, звучащего в антическом произношении как аэстетикос. Это слово обозначало нечто, воспринимаемое чувствами. И здесь требуется объяснение. Дело в том, что сейчас мы достаточно часто путаем чувства и эмоции. Нашу эмоциональную жизнь мы зачастую описываем как жизнь наших чувств. Ну, к примеру, сейчас вполне корректно нам кажется сказать, что мы чувствуем боль или чувствуем радость, в то время как намного точнее было бы сказать, что мы испытываем боль или мы ощущаем боль. Так вот, в первой четверти 20 века жил известный швейцарский психиатр Карл Густав Юнг, который разделил форму человеческого восприятия мира на четверицу, представленного ощущениями, чувствами, разумом и интуицией. Так вот, то, что мы называем сейчас чаще всего чувствами, там бы попало под ощущениями. А что такое чувства? По чувствами Юнг понимал как раз то, что будет иметь к эстетике самое непосредственное отношение. А именно иерархию ценностей. То есть сложную и достаточно устойчивую структуру, во многом определяющую то, чем тот или иной человек является. Так как она относится к основополагающим элементам мировосприятия. То есть к чувствам по Юнгу относится наша индивидуальная ценностная пирамиды. Что для нас более важно, что менее важно, что вовсе не важно и так далее. Однако, если психология пытается выявить как общечеловеческие какие-то закономерности, лежащие в основании психики, так и индивидуальные характеристики каждого отдельно взятого представителя человеческого сообщества, подпадающего в ее досмотр, то современная эстетико-философская мысль рассматривает скорее культурно-ценностные закономерности, характерные для каждой конкретной эпохи. А не стремится ни к отдельно взятому субъекту с его частными интересами, ни к общечеловеческим, и уж тем более вневременным моделям, в которой современные исследователи с каждого года делят все время имение. Вечные ценности, конечно, существуют, но вот слово «вечные» нужно понимать буквально. То есть это те ценности, которые существуют в свой век. Классический век – это одни ценности, в эпоху романтизма, в другие, в период модернистских исканий, третий и так далее. Тот же Мишель Пустуро, о котором я уже сегодня говорил, внесший колоссальный вклад в развитие современной эстетической мысли, в своих книгах, посвященных истории цвета в европейской культуре, многократно демонстрировал то, как в каждую конкретную эпоху одни и те же феномены переосмысляются зачастую диаметрально противоположным образом. Но приведу еще один пример из творчества Пустуро. Синий цвет в эпоху древнегреческой культуры, то есть в эпоху высокой античности, в общем-то, отсутствовал полностью. То есть его не было в языке даже. Однако это не означает, что греки вовсе не видели синего, а какие предположения были, особенно активно они муссировались в XIX веке. Это означает то, что в эпоху античности синий цвет не выполнял никакой исключительной ценностной задачи культуры. И это не значит, что греки плохо различали цвета. То есть те же самые греки, которые не видели напрочь синего, точнее, не отмечали его, не хотели его замечать, у них даже в радуге было четыре цвета. Так вот, эти же самые греки могли видеть целую массу микрооттенков красного, причем наделять эти оттенки, каждый отдельно, разным смысловым символическим содержанием. То, чего мы сейчас никак не сможем сделать. Ну, профессионально угодно сможет эти цвета отличить, да? Если их не вместе давать, а последовательно, да, по очереди, то среднестатистический современный субъект этого отличить никакой сможет. Для греков же это было важным знаком культуры, в то время как синий цвет никаким знаком не обладал. Именно поэтому он и не фиксировался. А не потому что они его не видели в буквальном смысле слова. А это значит, что все, что мы воспринимаем через органы чувств, на самом деле вписывается не просто в наше некое отвлеченное абстрактное восприятие мира, но в ценностную сетку координат. Что-то из этого выбрасывается вообще на периферию, а что-то попадает в углу угла, хотя на самом деле наше восприятие этих пеноменов, то есть физиологическое восприятие, будет практически равносильно. Физически наш взгляд, мало чем наши глаза, наши органы восприятия, мало чем отличаются от развитых гоминистов. Однако каждая культура, я вам привел пример из античной Греции, привел пример из средних веков, а каждая из этих культур осмысляет те же самые цвета совершенно по-разному и воспринимает их по-другому. Речь идет не о каких-то философских тонкостях, в которых были погружены мыслители своей эпохи. Речь идет о бытовом уровне, в который погружены все. Мой любимый пример из кустуро – это случай с символикой того же самого синего цвета. Сейчас, если вы зайдете абсолютно в любую горную, где есть кран, синенький обозначает холодную воду. Красный – горячий. Если сантехник не перепутал, то это будет в любой стране так. Это значит, что это воспринимается, то есть синий воспринимается как холодный, нами сейчас на уровне самым-самым глубинным. Это не нужно рационализировать, это просто так. Но для средних веков синий был самым теплым цветом в гамме. И то есть, если бы им потребовалось поставить какие-то цвета на воду, естественно, синий бы означал горячий. Вот вам и полная перепрошивка мозга. Здесь речь идет не о том, что наши органы восприятия поменялись, они такие же. Но те же самые феномены, которые существуют на протяжении тысяч лет, в каждую конкретную эпоху занимают культурной ценностной сетки координат в совершенно разную позицию. Сохраняется только имя. И на самом деле это очень сложная тема, тема, на которой мы остановимся достаточно подробно на следующих лекциях, когда я буду давать историю цветов, потому что нам сейчас очень сложно понять то, что большинство наименований, большинство феноменов, сохранившихся от Греции, средних веков, эпохи Ренессанса или даже нового времени, зачастую выполняли в той культурной среде совершенные мои задачи и опыта. Но представьте себе вот такую сетку координат. Мы задаем определенные ценностные x и y и ставим определенную точку. В этой сетке координат эта точка будет обозначить нечто совершенно определенное. Но теперь представьте, что точка остается на этом же самом месте, то есть имя ее тоже. А вот значения x и y поменялись полностью. Более того, если речь идет о смене культурных координат, то они должны поменяться асимметрично. Если точка останется на этом же самом месте, она будет уже значить совершенно не то же самое. Осталось только имя. И каждую предшествующую Богу мы, к сожалению, воспринимаем через призму нашей. Для того, чтобы докопаться до того, как это было на самом деле, приходится проделывать значительный анализ, прежде всего, естественно, текста той эпохи. Такие культурные системы ценностей, как я вам показал на достаточно примитивном примере, на самом деле они намного сложнее, немного уровневые. Видный мыслитель XX века, более того, многие считают, что это самый крупный мыслитель XX века, по крайней мере, самый цитируемый. Мишель Фуко именовал Эпистина. Эпистина с древнегреческого это у нас значит знание, но это не такое знание, которое можно высказать по тому или иному опыту, а это такое знание, которое нельзя не сказать. Что бы вы ни говорили, вы выражаете знание своей эпохи. И каждая построенная вами фраза выдает вас, представителя той или иной культурной сценностной сетки картинок. Соответственно, все многообразие мнений, субъективных точек зрения и так далее укладывается в более широкие рамки эпистины каждой конкретной эпохи. Приведу на этот раз пример из Мишеля Фуко с туберкулезными больными и их осмыслениями от XIX и XX века. Ну, вы все наверняка читали целую массу литературы эпохи Чехова, где активно фигурируют туберкулезные больные. Это, в общем-то, было такой важной темой в искусстве реалистическом конца XIX века. Да и не только реалистическом. Достаточно вспомнить оперные шедевры, такие как Ревиатта Верди и Кучини Богема. Все там плачут в облаточке, когда эти героини умирают, им очень жалко. Только мы сейчас не понимаем одного. А что значил туберкулез до XX-х годов XX века? Не что он значил для светил науки, а какие реально ставились диагнозы рядовыми врачами до конца Первой мировой войны. Так вот, Фуко проанализировал целый блок настоящих документов эпохи, приходит к выводу, что дуберкулез в 99% случаев оценивался практикующими медиками того времени как генерическое заболевание. А вот это вносит совсем иной контекст к прочтению всех этих произведений, которые сейчас от нас, живущих всего наверх после создания этих произведений, уже совершенно не считываются. То есть мы рассматриваем это исключительно как явление, рядоположенное с нашим современным пониманием туберкулеза. В то время как тогда это было, в общем-то, нечто весьма и весьма деликатное. Вот в чем дело. Таким образом, эти произведения получают тот пласт, тот контекст, который мы сейчас просто в них не замечаем. То есть само произведение сохраняется, сохраняется сюжетная канва, но она уже меняется в наших глазах. Хотя прошло всего сто лет, понимаете? Здесь речь не пойдет о Чаталхиюке, понимаете? Мы не о древнейших городах говорим. Мы говорим о том, что застать еще могли там наши богатые. И, соответственно, в наших последующих лекциях я постараюсь по возможности максимально останавливаться на вот этих моментах. Я убежденно стою на позиции футианской, на позиции эпистемологического подхода к истории и в своих книгах и в своих лекциях. Поэтому я спланировал наш год так, чтобы продемонстрировать эту методологию максимально полно. И этот наш курс я спланировал, в общем-то, примерно следующим образом. Я постараюсь вам сейчас это озвучить кратко, чтобы вы представляли, что вас ожидает. И, прежде чем это сделаю, хочу сказать следующее. Дело в том, что я никогда не читаю эти марковые лекции. То есть, получается, ваш курс, он пока что для меня является во многом загадкой, я много чего запланировал. И это будет во многом зависеть от того, в каком темпе мы будем с вами двигаться, что мы успеем, что нет. Для вас же это, с одной стороны, возможно, минус, хотя я считаю, скорее, это исключительно плюс. То есть, ни в одном своем курсе я не даю вам полного целостного эстетического знания, корпуса знаний, потому что дать его за полгода, простите, просто невозможно. То, что можно дать за полгода, вы можете купить любой учебник за 200 рублей. И прочитать то, что можно дать за полгода. Мне кажется, что это мало интересного. Я же стараюсь в своих курсах максимально подробно развивать наиболее какие-то актуальные моменты, которые вы, как журналисты, последующие свои практики творческой сможете использовать. По крайней мере, в качестве методологической основы. Если сами эти темы, то, по крайней мере, подход к темам. Поэтому, с одной стороны, чтобы сдать вам зачет в конце этого семестра, вам будет достаточно вполне просто посещать лекции или обслушать их на моем канале. То есть, я не спрошу с вас больше, чем будет представлено в том курсе, который адресован непосредственно вам. Но, если кому-то будет интересно больше, то у вас будет возможность посмотреть предшествующий курс. А вас – это четвертый сезон, который я здесь читаю. Получается, вы можете посмотреть еще три сезона лекций. Первый сезон был посвящен эстетике поп-арта. Второй сезон я рассматривал современную архитектуру, эстетику современной архитектуры. И, наконец, третий был посвящен частной проблеме и эстетическим взглядам Рэма Кохаса. Современного крупного архитектора, опять же. То есть, это все вы сможете найти в интернете. Но это, так скажем, для интересующихся. В вашем же случае, если ваш интерес исключительно практический, получить зачет, то вам будет более чем достаточно тех тем, которые я применю здесь. Это не значит, что мои темы будут совершены случайно. Я вам продемонстрирую функции архитектуры эстетической мысли просто на совершенных иных примерах, чем это делал для других курсов, в том числе и в других узах. Ваш же курс я спланировал примерно следующим образом. И вот такой сет, набор лекций нас ждет. Мы начнем с истории цвета по Мишель и Пастуро. Дело в том, что очень, мне кажется, важно понять, что такие окружающие нас явления, как звук, который мы воспринимаем, как художественное явление, цвет и так далее, являются не факторами, к которым должна обращаться физиология, не факторами, к которым обращается естественное научное знание, а сугубо культурное дело. Каждая эпоха дает совершенно свои ответы на эти вопросы. И как раз на примере текстов Пастуро нам удастся вскрыть вот эту новую методологию, которая, если в текстах Пуко вызывала еще резкое неприятие в научной среде, то Пастуро уже идет на ура. Он чуть ли не для модных журналов пишет такие, понимаете? И, в общем-то, эти тексты, конечно, значительно проще, чем тексты Пуко. Хотя я надеюсь, что, если вы заинтересуетесь этой темой, то вы обратитесь и к текстам Мишеля Пуко, так как это все-таки основополагающая фигура. Без нее бы Пастуро просто не существовал как такового. Он жил как личность, но методами такими не пользовался. Сколько на это уйдет лекций, я не знаю. Самих книг, посвященных истории цвета у Пастуро, на данный момент в России на русском изданной корее. Вообще есть еще на французском изданной красный, то есть четвертая книга, посвященная красному цвету. Но есть еще и другие книги Пастуро, обращенные к иной проблематике. Нас будет интересовать только эстетическое восприятие цвета на протяжении истории европейской культуры. Далее я планирую обратиться к рассмотрению такой важной эстетической категории, как ужасная. Я озвучил вам в начале лекции, что эстетика – это у нас наука прекрасна. Но на самом деле с прекрасным так или иначе все более-менее понятно. Или, по крайней мере, кажется понятно. Конечно, каждая из эпох поднимала под прекрасным нечто совершенно отличное. Но почему человек стремится к прекрасному, почему стремится лицезреть нечто прекрасное, в общем-то, никаких сложностей не вызывает. Потому что в нем представлен его эстетический диалог. Это, на самом деле, достаточно сложная тема, но внешне в ней все благополучно. Сделать так, чтобы в ней внешне даже оказалось все неблагополучно, возможно только одним способом – обратившись к прямо противоположной эстетической категории. Я не люблю, когда на какой-то ответ, на какой-то вопрос можно найти простой ответ. Обычно это у меня вызывает большое количество подозрений. Потому что если все слишком уж понятно, это значит, что, скорее всего, мы там не понимаем вообще ничего. Поэтому более интересным, мне кажется, подвергнуть анализу не прекрасное, а эстетическую категорию ужасного. Причем относительно ужасного, на самом деле, можно поставить сразу два очень важных вопроса. Первое. Почему ужасное в искусстве может привлекать? С одной стороны, почему привлекает нас прекрасно – это как в очевидении. Оно выражается эстетическим диалогом. Почему может привлекать ужасное вообще не очевидно? Да? Ну, страх, он привлекает страх, он дает какие-то эмоции. В том-то все и дело, то есть страх. Я не спориваю, это факт, что страх привлекает. Более того, как раз Хармс считал, что единственная эстетическая категория – это ужасно. Ну, нет. Но все остальные просто в той или иной степени ее притворяют. Но на самом деле, это рушит базовый ответ на вопрос, а почему нам нравится прекрасно? Понимаете? Вот в чем дело. Тут с ним оказывается все совершенно не ясно. То есть если нас привлекает как раз то, что нас может уничтожить, то здесь совершенно непонятно, а почему ты так прекрасно стремишься. На это можно дать целый ряд гипотетических ответов, но они окажутся не столь простыми, как в базовой версии, когда вот прекрасно – это выражение эстетического идеала. А второй вопрос, который следует поставить в связи с ужасным, это вопрос следующий. А почему, собственно, мы воспринимаем ужасное в искусстве как нечто ужасное? Это еще более сложный вопрос. То есть, понимаете, почему мы испытываем страх, к примеру, при просмотре фильма ужасов или чтении рассказов ужасов, да? Это на самом деле так же совершенно не очевидно. Дело в том, что сам фильм ужасов, как вы понимаете, нам не угрожает ни чем. Абсолютно. Более того, когда, иногда отвечают на этот вопрос, ну, там может все что угодно произойти неожиданно. На самом деле это ложь, да? Потому что, если вы включили фильм ужасов, или пришли на него в кинотеатр, или открыли книгу ужасов, то сам факт того, что там произойдет что-то ужасное, уже очевиден. То есть, получается, неожиданность при просмотре фильма ужасов, особенно, так скажем, ставку на это делали хоррор 90-х, так как до этого как раз достаточно редко там что-то неожиданное происходило. Сейчас это тоже тенденция постепенно ослабевает. Но на самом деле, если вы смотрите фильм ужасов, там и так что-то ужасное обязательно должно произойти. Поэтому ничего неожиданного там быть не может. И оно уж тем более не должно вас никаким образом пугать. И если оно пугает, то оно пугает по другой причине. По какой? А вот на этот вопрос и следует постараться ответить. Более того, когда мне говорят, что пугает в фильме ужасов нас соучастие, наше естественное отыждествление с персонажами и, соответственно, страх смерти. Кстати, это версия не кого-нибудь, а Гроненберга. То есть Гроненберг считает, что в хорре нас пугает именно страх того, что мы не знаем, как умрём. Это неизвестно для человека и остаётся неизвестным. А значит, любая возможная ситуация, угрожающая жизни персонажей, может нами рассматриваться как потенциально, которую можно распространить и на нашу жизнь. Но вот в чём дело. На самом деле представить смерть или убийство, или даже какие-то фигуры монстра, как определяли хоррор в 30-е годы. Что такое хоррор? Это жанр, в котором присутствует фигура монстра. Сейчас уже мы знаем массу хоррор для детства фигуры монстра. И тем не менее. Т.е. значит, если эти даже наличественные элементы, там, смерть, убийство, хоть ужасная даже смерть или фигура монстра, все эти атрибуты могут быть не только жанром ужаса, но атрибутами с таким же успехом жанра комедии. И в одном случае они нас будут пугать, а в другом веселить. То есть, получается, мы попадаем совершенно в разные эстетические категории комического и ужасного, более того, которые даже не являются антагонистами друг другу. Потому что антагонизм комического является трагическим. Но получается, что страх вызывает не некие события, которые происходят в фильме или книге, а сам способ преподнесения, который нуждается в совершенно специфическом типе анализа, в эстетическом анализе. И, наконец, в конце нашего курса, не знаю, успеем или нет, я бы хотел остановиться на особенностях осмысления некоторых современных форм искусства, прежде всего, цифрового искусства, для того, что называется иногда искусством новых форм. Потому что оно не всегда выражено в бинарной системе, оно может создаваться при участии компьютера, но иметь вполне аналоговую реализацию, конечно, на выходе. А также, возможно, если успеем, это зависит всё от темпа, в который мы пойдём. Более того, это зависит от того, буду ли я уезжать по нашим дням рабочим или нет. Я во многих вузах преподаю, в том числе не только в Москве, а по стране. Но если будет совпадать, то лекций будет меньше. Пока в год не совпадает. А значит, я могу замахнуться на большее количество потенциальных лекций. Так вот, я бы хотел вас ещё познакомить с некоторыми эстетическими взглядами наиболее прогрессивными современных французских наследителей. Получится? Хорошо. Не получится? Ну, значит, сделаю это в следующем курсе. Для тех, кому будет особенно интересно, можно и сюда ходить на следующем полугодии, и будет у вечерников больше сезон. А также можно просто на видео всегда посмотреть. Что ещё следует сказать? Я не обещаю, что смогу подробно раскрыть все заявленные мои темы и ответить на все поставленные вопросы, но рассмотреть их в мер возможности я попытаюсь. Более того, я всегда считал и считаю по-прежнему, что важно не столько получить некий готовый ответ на выходе, сколько научиться правильно формулировать вопрос. То есть грамотно сформулированный вопрос и аргументированно продемонстрировать с помощью этого вопроса то, что он корректен и имеет право на существование, это уже очень многое. На самом деле ответ, раз и навсегда полученный, он скорее ослепляет, зачем даёт некое реальное знание. А вот умение правильно ставить вопросы в каждой конкретной возникающей ситуации, это, как мне кажется, намного более полезно, а для вашей профессии просто необходимо. Поэтому мой курс будет направлен прежде всего не на то, чтобы дать вам некие ответы под запись. Я вообще не люблю что-то писать, когда что-то слушаю, лекции какие-то, или какой-то интеллектуальный материал. Если вам что-то нужно фиксировать, вы фиксируете. Прежде всего я бы хотел, чтобы вы научились мыслить по-другому. Не просто чтобы, грубо говоря, переманить вас на позицию моей точки зрения. Нет, просто чтобы у вас возникла некая картина, такая реальности, которой может уживаться несколько точек зрения. Чтобы вы понимали, что ваше точек зрения не является исключительно вашим, а демонстрирует лишь некой среднестатистической продукцией реальной реальности, которой осмысленно более глубоко можно освещать эту точку зрения. В этом и есть как бы сверхзадача курса. Именно этому прежде всего полезен журналисту, как человеку, который может поставить вопрос с необычной точки зрения, представить ситуацию с необычного ракурса. И вот такой подход я бы хотел у вас и сформировать к проблеме той или иной, которую мы будем рассматривать в курсе, а не просто дать вам виду эстетических категорий, что такое прекрасно, что такое безобразно, как вы понимали в древней игре и так далее. Как обычно это представляется в курсе эстетики. Не хочу сказать, что это плохо. Просто это, так скажем, лежит вне зоны моих творческих интересов. Поэтому в проблематику, которую мы будем рассматривать с вами, будут попадать прежде всего сложные вопросы. Вопросы, на которые невозможно дать однозначный ответ. Возможно вообще ни к какому ответу не придет. Когда я планирую курс, я не предполагаю того, что я его уже знаю. У меня нет пока ответов ни на один из представленных вопросов. Это то, что сейчас находится в зоне моих интересов. И, так скажем, до методологии Фукоку, скоро я пользуюсь и своих теоретических работами. Все мои книги, посвященные европейским символическим системам, они притворяют как раз модель разных типов культурных эпох. Но, как вы видите, я заявляю здесь и ужасное, которое я никогда не анализировал в своих книгах. Более того, планирую обратиться и к анализу цифрового искусства, с которым, как автор, я работал, работал неоднократно, но, опять же, никогда ни на лекциях, ни в книгах теоретических в виде осмысленного некого корпуса материала не давал. Так что для меня этот курс, так же, как и для вас, пока что является неким вопросом. Возможно, он таким вопросом останется. Я не привык в конце каждой лекции приходить к какому-то готовому решению. Если корректнее окажется дать несколько гипотез и оставить этот вопрос открытым, то, в общем-то, именно так мы и будем делать. Мы все-таки в ВУЗе находимся, а не в школе, где нужно заучивать определенные края фактов. И еще один важный момент. Я уже сказал, что все лекции записываются, но, на самом деле, записываются не только эти лекции. На протяжении нескольких лет я являюсь инициатором такого культурного, интеллектуального проекта, как ГУЛЕС ЛИКВЕС. Это мои лекции, посвященные современным вопросам того искусства, которое сейчас называется классическим музыкальным авангардом. Само словосочетание – это, конечно, абсурдный классик и авангард, но, в общем-то, чтобы вам было понятно, о чем там идет речь. О некой академической музыкальной традиции, которая сейчас переродилась в нечто совершенно далекое от того, чем она была в УКОХУ БОЦАРТ и ЛИВАХ. На тех лекциях я ставлю вопросы несоизмеримо более глубокие, чем могу себе позволить в любом из вузов. Понимаете? Здесь я рассчитываю на ваш все-таки некий интеллектуальный багаж. Там я рассчитываю на то, что мои лекции все-таки являются неким важным звеном в осмыслении этих лекций, но именно вообще особенно. Эти лекции тоже есть в интернет-сети. Они, если мы рассматриваем эстетику как философию искусства, являются в полном смысле слова эстетическими. Но мне там преподносить материал чуть более комфортно, потому что у меня, конечно, много высших образований, но я, прежде всего, все-таки композитор. Поэтому моя основная деятельность связана с музыкальным искусством и осмыслением музыкального искусства для меня наиболее близким является. Так и вот, если кому интересно, смотрите этот курс в интернете. И здесь я тоже буду делать анонс тех лекций публичных, которые будут происходить в Москве. Они редко происходят, но тем не менее. На них можно будет сходить, кто захочет, бесплатно. То есть эти лекции помогут вам выработать совершенно иные стратегии подхода к вопрошению современных произведений искусства. То есть если вы хотите связать свою дальнейшую профессию с журналистикой в той или иной степени обращенную искусству, то я бы, конечно, рекомендовал. Не только потому, что это мои лекции. В данном случае от количества присутствующих в аудитории, чем их меньше, тем, как я понимаю, читать проще. Тем меньше, менее шумная запись получается и так далее. Я как раз хочу просто показать вам некие альтернативные возможности, альтернативные взгляды на самую разную проблематику и, прежде всего, в сфере искусства, ибо в ней считаю себя компетентной. На сегодня у меня, на самом деле, пожалуй, и все. Но я специально сегодня сделал максимально краткую и конечную лекцию, потому что я хочу услышать ваши вопросы, возможно, какие-то предложения по наполнению курса. Ибо, повторяюсь, конец года для меня пока остается загадкой. Может быть, у нас останется еще две или три вакантных лекции, которые можно посвятить какой-то специфической, возможно, интересующей вашу группу конкретно проблематике. Если я окажусь компетентным в этой области, то почему бы и нет. Но какие есть вопросы? Когда нет вопросов, значит, не то что понятно, значит, вообще ничего не понятно. У меня очень привлекла эстетика эпидемиологии ужаса. Ужасного. Я бы хотела побольше об этом узнать, потому что я немножечко не поняла, есть ли что. Именно в этот момент. Окей. Я планирую, на самом деле, остановиться и на базовых работах, посвященных эстетике ужаса. Такие книги были и у литераторов известных. Вы знаете, наверное, известную статью Ларкрафта, сверхъестественный ужас в литературе. На эту же тему писал Икин. Да. То есть, на самом деле, литература ужаса, так или иначе, внутри самой этой литературы ужаса, сама себя осмыслить пыталась. Мне, на самом деле, более даже интересно представляется осмысление жанра хоррора в кинематографии и его истории. Потому что, на самом деле, история хоррора демонстрирует, как культурные модели ценностные менялись не то, что за столетия, а буквально каждые 10-15 лет. Более того, в современной такой околокультурной среде часто путают авторское кино и арт-хаусное кино, которое, на самом деле, синонимом нисколько не является. Арт-хаусное кино рассчитано на эстетику определенных фестивалей. Оно же фестивальное кино. И если вы отсмотрите весь блок каннских, допустим, кинофильмов, что представлено на каждом из этих кинофестивалей, то вы, в общем-то, некий среднестатистический продукт можете вывести. Какой-нибудь отец, гуляка, мать, алкашка, сын, наркоман, по совместительству, гомосексуалист. И чем дальше по сюжету, тем будет становиться хуже и хуже все. То есть, на самом деле, мы показываем, естественно, это в сильно гротесной форме. То есть, я ни в коей мере не хочу отрицать величие многих этих фильмов, созданных в данной эстетике. Я просто хочу показать, что как раз авторское начало они зачастую выражают достаточно весьма условно. То есть, они ориентируются на определенную эстетику, и в ней я ее и реализую. Более того, многие эти авторские проекты в большей степени можно отличить, так скажем, не что вот это снял тот или иной автор, а по задействованному оператору или специалисту по свету. Перешел оператор к другому режиссеру, смотришь, фильм такой же появился, вроде режиссер друг. А авторским кино, по большому счету, было как раз в жанре хоррора в 50-60-е годы в Италии. Почему оно было авторским? А потому что автор делал в буквальном смысле все. Во-первых, на эти фильмы отводилось максимум 3 недели от начала написания сценария до сдачи его в кинотеатрах. А иногда и по 3 дня на это уходил. И делал автор в буквальном смысле все, потому что даже должностей таких не было. То есть гример не было такого, не было специалистов по эффектам. То есть гример входило в обязанности актера наносить на себя грим. А все эффекты, свет, камера, все возможные спецэффекты, которые необходимы для того же хоррора, делал естественно сам режиссер, он же автор сценария. Самый в данном случае показательный пример это Марио Бау. Марио Бау, да. Самый известный случай. То есть там есть фильмы, которые делались на коленке за 3 дня. И к ним можно по-разному относиться. То есть понятно, что за 3 дня из бюджета 10 тысяч баксов ничего особенного толкового сделать нельзя. Но они гарантированно с первых же минут узнаются, что это сделал Бау. Вот это авторское. Понимаете? Где почерк автора представлен буквально в каждом кадре. И поэтому на самом деле авторское начало с хоррором связано достаточно тесно. Казалось бы, хоррор должен обращаться. Но если вспомнить того же самого хоррора Става Юнга, о котором я уже сегодня говорил, там должны сплотить архетипические образы, должно быть некое архетипическое, нечто пугающее. Однако, как показывает современная наука, ничего архетипического не бывает. Архетипы существуют, но внутри каждой исторической эпохи. То есть анализировать с точки зрения современных принципов психики человека, психологии древнего грека абсурдно. Называется анагронизм. Несовпадение от утверждения со временем. И чтоб вы не делали таких анагронизмов, а на самом деле таких анагронизмов можно встретить даже такие анагронизмы в научной литературе, когда, оценивая какой-нибудь известный цикл средневековых миниатюр, типа великолепного чеснослова Герца Берлийского, какой-нибудь искусствовед утверждает, что там очень холодное видение реальности, потому что там много синего цвета. То есть в этот момент это был самый теплый цвет. Так что, в общем-то, на камню здесь это все зарубается. Или как они пытались его зародить. Ну как, небо же синее, но почему-то греки его описывали как золотое. То, что мы его видим как синее, это наши исключительные проблемы. Каждая культура предлагала совершенно разное видение. Вода, например, как черная воспринималась. Она абсолютно настолько же синяя, включите экраны и посмотрите, насколько она будет черная или белая. Что она прозрачная. А в море она зависима от освещения, от угла, с которого мы на нее смотрим. Она может считываться и как зеленая, и как блеклая. Даже иногда у греки описывали, что она ледового цвета. Может даже желтый от нее давать. Поэтому в данном случае, мне кажется, остановлюсь. Я сначала все-таки не находя на истории цвета. Потому что там я дам, на самом деле, обращусь к типичной для себя теме. Потому что мы полезем в средние века. А я вам обещал, что буду давать только современность. Я вам дам не средние века. Они нас будут в последнюю очередь интересовать. А современную ее методологию. Взгляда на что, что такое является культурно-ценностная сетка. И для этого, естественно, нам придется не свою сетку анализировать. А ту, которая уже утратила актуальность. Чтобы понять, в какой находимся мы. А вот потом мы обратимся к жанру хоррора как раз. Я тогда понял интерес. Я тогда дам не только эстетическую оценку этого жанра, но и немножко обращусь к искусознанию. Мы рассмотрим историю хоррора в кинематографе. Потому что все-таки я по образованию в том числе искусствовед. И обратиться к искусствоведческой методологии мне даже проще. Ну, в данном случае наличие большого количества образований будет полезно. Не скажу, что это именно хорошо. Это просто некое качество. Которое дает как свой плюс, так и свои минусы. Как отсутствие каким бы то ни было знаний. Иногда это тоже полезно. Есть еще какие-нибудь вопросы или предложения? Нет? Ладно, ребят. Тогда, если не все были... Вы все вообще здесь знаете? Всех своих? Не все? Если нет, то, в общем-то, передавайте, что лекции будут. Можете найти через Википедию. Там статью не читаете. Она морально устарела уже 10 назад. Там ничего уже не соответствует реальности. Но ссылка на мой канал там правильная. То есть так проще всего. Вбиваете. Потому что фамилия у меня не самая редкая. А как найти проще будет? Ладно. И до следующего раза. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...